Лиза летела через лес, как на крыльях. «После споём с тобой, Лизавета!» Сказал старшина. «Вот выполним боевой приказ и споём!» Лиза думала о его словах и улыбалась, Стесняясь того могучего, незнакомого чувства, Что нет-нет, да и шевелилась в ней, Вспыхивая на упругих щеках. И думая о нём, она проскочила мимо приметной сосны, А когда у болота вспомнила о слегах, Возвращаться уже не хотелось. Здесь было достаточно бурелома, И Лиза быстро нашла подходящую жертву. Прежде чем лезть в дряблую жижу, Затаёмно прислушалась. А после Деловита сняла с себя юбку. Привязав её к вершине шеста, Заботливо подоткнув гимнастёрку под ремень И подтянув голубые казённые ритузы, Шагнула в болото. Теперь никто не шёл впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бёдра, Волоклось за ней. И Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, Передвигалась вперёд. Шаг за шагом, в цепени этот ужаса, Холода и омерзительного страха. Но ни грязь, ни холод, Неживая, дышащая под ногами почва, Были ей страшны. Страшным было одиночество. Мёртвая, загробная тишина, Повишая над буром болото. И Лиза ощущала почти живой ужас. И этот ужас не только не проходил, А с каждым шагом всё больше и больше Скапливался в ней. И Лиза дрожала беспомощно и жалко. Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, Ткнулась нычком в прелую траву И заплак. Схлипывала, размазывая слёзы по толстым щекам. Вскочила, слёзы ещё текли, Шмыгая носом, прошла островок. Лиза прицелилась, как идти дальше. И не отдохнув, не собравшись силами, Полезла в топ. Поначалу было неглубоко. И Лиза успела успокоиться И даже чуть повеселела. Последний кусок оставался. И дальше шла сухая, твёрдая земля С травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться. Вспоминала все лужи да бочишки. Прикидывала, стоит ли полоскать одежду Или подождать до разъезда. Идти стало трудней. Топь до колен добралась. Но теперь с каждым шагом Приближался тот берег. И Лиза уже отчётливо до трещинок Видела тот пень, С которого тогда старшина Сигану. Смешно Сигану. Чуть на ногах устоял. И Лиза опять стала думать о восковье. Споют они. Обязательно споют. Вот выполнят боевой приказ И вернутся на разъезд. Только... Только схитрить придётся. Схитрить. Выманить его вечером в лес. А там... А там посмотрим, кто сильней. Она... Или квартирная хозяйка, У которой всего-то достоинств, Что под одной крышей со старшиной. Вдруг перед Лизой вспучился огромный бурный пузырь. Это было так неожиданно, так быстро, Что Лиза, не успев опомниться, Инстинктивно рванула в сторону. Всего шаг в сторону, А ноги уже потеряли опору. Повисли в зыбкой пустоте. И тут мягкими тисками сдавила бёдра. Пытаясь во что бы то ни стало выбраться, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина громко хрустнула. И Лиза упала лицом в грязь. Земли не было. Ноги медленно, страшно, Медленно тащила вниз. Руки бестолку укрепли топ. Помогите, спасите, помогите! Жуткий одинокий крик Долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Слетал к вершинам сосен, Путаясь в молодой листве и льшаник. Падал до хрипоты И вновь восторстился К безоблачному майскому небу. Лиза долго видела это прекрасное небо, Хрипя, выплёвывая грязь. И тянулась, тянулась, Тянулась и верила! Над деревьями медленно всплыло солнце. Лучи упали на болото. Лиза в последний раз Увидела его свет. Теплый, нестерпимо яркий, Как обещание завтрашнего дня. И она до конца верила, Что это завтра будет и для неё. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok